Доброе утро! На 12-м канале новости в студии Дарья Шадрина в начале выпуска коротко о главном. Настоящие сибирские в Омску область идут морозы. Выйдут из тени. Здесь идет освещение, проекция линз на существующее асфальтобетонное покрытие. В Омске появятся первые проекционные зебры. Не оставили шансов. Омские ястребы обыграли соперников с разгромным счетом. Победителем из игры вышел и футбольный ртыш. Подводим итоги спортивного вечера. Регион в ближайшие дни скует морозы. Уже на следующей неделе температура воздуха опустится до минус 20 градусов. При этом зима не застанет враспох. Холодать будет постепенно. В ближайшие три дня дневная температура станет колебаться от минус 4 до минус 9. По ночам будет существенно холодать до минус 18 градусов. А с 29 ноября морозы усилятся. По данным открытых интернет-источников, на следующей неделе днем будет минус 16, ночью минус 20. Осадков при этом не ожидается. Морозная погода продержится и всю следующую неделю. После в Омской области потеплеет до плюсовых отметок. Губернатор проведет большую пресс-конференцию. Она состоится в пятницу в режиме онлайн. Глава региона Александр Бурков ответит на вопросы журналистов. Ограничений нет. Репортеры смогут спросить про самые острые темы. Так что наверняка речь точно зайдет о текущем состоянии дел в здравоохранении. Удалось ли стабилизировать ситуацию, наладить работу службы скорой помощи, поставки лекарств. Также глава региона наметит векторы развития на следующий год. Прямую трансляцию пресс-конференции смотрите в наших социальных сетях. На Омских магистралях появятся проекционные зебры. Специальное оборудование для освещения переходов разместили на аварийно-опасных участках. Накануне специалисты провели работы на пересечении Красноярского тракта и улицы Бархатовой. Сейчас идет настройка оборудования. После в Москве изготовят специальную линзу для каждого конкретного перехода. Когда ее доставят в Омск, инновационный переход подключат. Стоимость проекции на одном объекте 600 тысяч рублей. По цвету и форме она будет в точности повторять рисунок зебры на асфальте. Здесь идет освещение, проекция линз на существующее асфальтобетонное покрытие. Нанесена разметка холодным пластиком, как я уже сказал, знаки. Освещение не только проезжей части, но, как вы видите, освещение самого пешехода. Мы изучали и другие регионы. И за Уралом достаточно большое количество таких установлено проекционных пешеходных переходов. В принципе, они себя зарекомендовали достаточно хорошо. На данных участках снижается аварийность. Все работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Помимо этого перекрестка световая проекция появится на улице Барнаульска и на пересечении Красноярского тракта и улицы Малиновского. Не хотите платить, отапливайтесь дровами и углем. Жители села Приветны, о которых, как обманутых дольщиков, должны были подключать газу на льготных условиях, вынуждены отложить присоединение до лучших времен. Вместо обещанных 49 тысяч за услугу людям выставляют счета на космические суммы. За дом площадью 250 квадратных метров просят 400 тысяч рублей. Напомню, в 2014-м в Приветном начали строить газопровод, но до конца он возведен так и не был. А жители остались и без денег, и без газа. После в район пришел инвестор, но и тот обещаний не сдержал. Наш материал. Николай Фололеев подтапливает печь по 20 раз в день. В ней нужно круглосуточно поддерживать огонь. За зиму на обогрев дома уходит 11 тонн угля, за которое пенсионерам пришлось заплатить 36 тысяч рублей. На газовое оборудование потратили в пять раз больше денег. За участие в долевом строительстве и коммуникации Фололеевы отдали 200 тысяч. Все уже смонтировано. Хоть сейчас подавай газ. Мы были уверены, что будет газ, потому что все сделано, все проведено, на все есть документы. Строительство газопровода в Приветном началось в 2013-м. Ныне покойный бизнесмен Виталий Дружинин, глава компании СИП «Газстрой деталь», представил свой проект, который активно поддержала администрация Омского района. Чтобы стать дольщиками, люди вносили от 100 тысяч рублей на первом этапе до 140-160 тысяч впоследствии. Люди, конечно, просмотрев бумаги, больше акцентировали внимание на составлении юридической части договора на договоре. И так как на собрании, на котором определялась судьба этого, решали, что будем идти с Дружининым, присутствовала представитель администрации Омского района, которые заверили людей в том, что будут оказаны содействия со стороны администрации Омского района в оформлении разрешительной документации, то, соответственно, ну что простому человеку нужно, да? Есть у нас представители органов власти, есть застройщик. Перспектива очень хорошая, когда люди десятилетиями не могли получить газ. Конечно, они пошли с Дружининым строительством. Но уже спустя какое-то время начались проблемы. Выяснилось, что компания-застройщик работала с согласием только местных властей, чиновников Омского района. Ни плана, ни разрешения областного Минстроя на строительство не было вовсе. В итоге нужно проложить еще полтора километра газопровода, а это почти 10 миллионов рублей. Устав стучать в закрытые двери, люди вышли на пикеты и дошли до губернатора. Глава региона поручил главе Омского района найти инвестора, компанию, которая провела бы в Приветная ГАЗ и на льготных условиях подключила обманутых дольщиков. Этим инвестором стала Юза. Правда, в компании предупредили, людям придется подтвердить свое право называться ущемленными. Для этого нужно написать письмо на юридический адрес компании-застройщика, ООС, МУСИБ, ГАЗ «Строй деталь» с просьбой расторгнуть договор и вернуть деньги. Обратиться в суд для взыскания вложенной суммы, дождаться решения суда и признания себя обманутым дольщиком. Для тех, чьи права ущемлены, стоимость в данном составе 47 в проведении этих мероприятий. На приеме у Александра Буркова в середине 2019 года подрядчик Дмитрий Панченко пообещал составить льготный договор, по нему подведение газа к участку будет обходиться в 49 тысяч рублей и ни копейкой больше. Эта договоренность была зафиксирована в протоколе. Контролировать составление льготного договора должен был лично Геннадий Далматов, глава Омского района. По факту до сих пор никакого договора нет, говорят жители Приветного. Поэтому всех, кто обращается в компанию, оформляют на общих условиях. А это совсем другие суммы. Лишь за подведение газа придется заплатить 119 тысяч рублей. Плюс траты на внутреннюю разводку, котел определенной мощности, прибор, который переводит давление газа из высокого в низкое, и доплата, если площадь дома больше 150 квадратных метров. Люди не против подключаться к ЮЗИ, то есть абсолютно, да, только при одном условии, что они действительно предоставят тот договор, о котором они говорили. Будет договор, люди пойдут подключаться. До сих пор договора нету, суммы звучат абсолютно разные. Для разных людей нужно доплатить от 50 до 300 тысяч рублей, в зависимости от того, какой у них дом. Дмитрий Панченко, директор ЮЗИ, ссылается на постановление российского правительства под номером 1314. Говорит, оно предусматривает типовую форму договора о подключении объектов капитального строительства к сети газораспределения. Никаких других договоров компания разрабатывать не намерена, отметил Панченко. Хотелось бы, чтобы правила игры были открытыми и честными. Вот эта вот игра постоянная. В кабинете министра мы говорим одно, я имею в виду коммерческие структуры и Омский район, да, а выходим за рамки кабинета, люди обращаются в офис компании ЮЗИ, и там совершенно разговаривают с нами очень жестко и конкретно. Вот вам хотите, значит платите. Не хотите, значит вы можете топиться дровами. Это слова я слышала неоднократно. Как гром среди ясного неба для обманутых дольщиков прозвучала новость. Застройщик СИБГ, строй деталь, банкротится. Об этом люди узнали лишь спустя два месяца после введения процедуры. В то время реестр кредиторов уже был сформирован, а значит попасть туда практически невозможно. Можно попробовать сделать это по суду, но вероятность получить обратно заплаченные деньги ничтожно мала. Сейчас в реестре две компании и ни одного дольщика. Люди обеспокоены банкротством, конечно. Говорят, вот банкротство, а сейчас газопровод выставят на продажу. Но люди не понимают, что это газопровод, это социально значимый объект, и его продавать нельзя. Социально значимые объекты, они передаются муниципальному образованию, на территории которого он находится. Люди говорят теперь сто раз подумают, прежде чем куда-то вкладывать деньги, чтобы сохранить не только свои кровные, но и нервные клетки. К слову, чтобы не стать обманутым дольщиком, стоит сначала навести справки о застройщике, проверить его репутацию и убедиться, что у компании есть нужный пакет документов, а также право на строительство объекта. Выяснить, кому принадлежит земля, на которой будет вестись строительство, и показать договор юристу. Компания, ценящая свою репутацию, не будет этому препятствовать и предоставит все необходимые бумаги в срок. Что же касается жителей Приветного, сейчас вопрос, как обеспечить людей газом, решают в областном Минэнерго. Последняя встреча с инициативными жителями прошла в минувшую пятницу. В разговоре с нашей съемочной группой уже после схода люди не раз задавались вопросом, почему Юзи и застройщику, который так и не довел дело до конца, Александру Дружинину, сыну покойного Виталия Дружинина, все сходит с рук. Ведь суммы за подключение Дмитрия Панченко даже обманутым дольщиком выставляют колоссальные. А льготного договора так и нет. Как нет и попыток как-то спасти положение со стороны Дружинина, и если не дать газ, то хотя бы вернуть деньги почти двум сотням семей в Приветном. Может в ситуацию уже пора вмешаться правоохранительным органам? Танзеля Бахтиярова, Павел Манжос, Сергей Никифоров, 12 канал. 12 канал приносит удачу. Вслед за играми нефтяника наша телекомпания возобновила трансляции матчей молодежки. После неудачной выездной серии омские ястребы уверенно победили Нижнекамский реактор. По итогам первой 20 минутки ничего не предвещало разгрома. Амичи несколько раз играли в большинстве, но забросить не смогли. Нижнекамцы периодически опасно огрызались, но на первый перерыв команды ушли по ноля. Зато во второй 20 минутке амичи ответили в ворота соперника пять безответных шайб. Дубль на свой счет записал Никита Холодилина. Капитан команды Семен Асташевский оформил хэт-трик. В заключительном отрезке все тот же Асташевский забросил еще и четвертую шайбу. Отличился новичок Кулаков, а также Мигур и Ганин. На такую уросыпь голов реактора ответил лишь единожды. Итоговый счет 9-1 в пользу ястребов. Уже сегодня между соперниками состоится повторная игра. Удастся ли вновь имчам разгромить татарстанцев узнаем в 16.55. Смотрите прямую трансляцию на нашем канале. Омский ртыш все ближе к зоне выживания. По итогам минувшего тура речники поднялись на 18-ю срочку в таблице. Это стало возможным благодаря победе над футбольным клубом «Томи». Матч прошел на встречных курсах. Томичи нередко тревожили нашего голкипера. Однако уверенная игра в обороне принесла результат. Одна из контратак в первом тайме завершилась взятием ворот. Точным ударом из штрафной отличился полузащитник Антон Кротов. Несмотря на обилие моментов у обеих команды до финального свистка счет на табло так и не изменился. 1-0 в пользу ртыша. До паузы в чемпионате осталось всего два тура. На данный момент речники, имея в активе 21 очко, занимают 18-е место и всего на 3 балла отстают от брянского «Динамо», замыкающего зону выживания. У ртыша есть все шансы нивелировать этот гандикап, но тогда необходимо добывать победу в каждом матче. Следующую игру наша команда проведет на выезде 29 ноября с московским «Спартаком-2». Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.рум. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омские аграрии ставят рекорды. Уборочная кампания закончилась и сейчас идет окончательный подсчет результатов. Во многих хозяйствах удалось добиться весьма высоких показателей. Помимо хорошего урожая в этом сезоне за отличную работу можно получить вознаграждение. Полноприводную машину «Лада Урбан». Екатерина Шипилова продолжит. Всероссийская программа «Ставим рекорды вместе» стартовала в апреле этого года. С каждым месяцем аграрии по всей стране удивляют результатами своей работы. Юрий Неупокоев тоже убедился в том, что на технике «Ростсельмаш» ставить рекорды легко. Когда-то его хозяйство обрабатывало 80 гектаров земли. Сегодня больше 5000. С некоторых полей в этом году удалось получить двойной урожай. 65 сантиметров с гектара, когда средний показатель 30. Юрий Павлович фиксировал работу своих новеньких «Акрос-550» и подал заявку в номинации на молоты. Говорит, агромашины убирали быстро и бережно, сохраняя каждое зернышко. Каждый год что-то прибавляем. Но в этом году, хотя год был тяжелый, аномальный какой-то, но урожай хороший для этого года. У меня все комбайны «Акросы», «Акрос-550» хорошо идут. На молоту в среднем 400-409 тонн есть с поля в день. 14 часов где-то примерно работаем. И у нас в хозяйстве принято, что одной марки техника. Поэтому первый взяли «Акрос», так и идем дальше. Я засекал на своем комбайне в день. 40 гектар убирает он с жаткой. А с волков больше. Мы зашли где-то перед обедом, 300 гектар поля. И на следующий день мы часиков 11 всего закончили. Самое главное для комбайнера, чтобы пыли не было, кондиционер работал. Омская область насчитывает более 3 миллионов зерновых площадей. Свои личные рекорды уже зарегистрировали 20 хозяйств по разным номинациям. И это еще не окончательная цифра. Прием заявок продолжается. А уже в декабре этого года 30 автомобилей «Лада Урбан» отправятся к своим рекордсменам. Екатерина Шипиова, Сергей Никифоров и Олег Ковальчук. 12 канал. И о погоде спонсор прогноза ООО «Масло-сыркомбинацию Калинский». Тибирские продукты с любовью и заботой о здоровье. Сегодня 26 ноября в Омске области пасмурно с прояснениями. В городе температура воздуха днем 11 градусов со знаком минус. В районах области в дневные часы 10 градусов холода. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Все началось с него. Масло, созданное в Тюкалинском районе еще в 19 веке. Наше масло считалось эталоном вкуса и не имело равных. Сегодня мы производим еще сыр, творог, сгущенное молоко и другие полезные молочные продукты. А также отвечаем за весь процесс производства. От закупа сырья до появления на полках магазинов. Масло-сыркомбинат Тюкалинский. Сибирские продукты с любовью и заботой о здоровье. У меня на этом все. Далее на 12 канале смотрите программу «Большая тройка». До встречи в 14 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова